всем еще раз добрый вечер приветствую вас на рекламном вебинаре который посвящен финансовым функциям и их применению в анализе что если зовут меня андреев денис с кем еще не знакомы сертифицированный тренер работаю в центре специалист уже 11 лет 11 месяцев сегодня прям ровная дата меня 17 ноября четвертого года первый раз пришел на работу в этот центр что через месяц буду отмечать очередной юбилей десятилетия сертифицирован тренер я являюсь mcd тренером microsoft certify тренер но и также обладаю статусами эксперта в области цель кому интересно мной можно более детально познакомиться у нас есть на сайте страничка посвящена каждому преподавателю это будет найти описание курсов которые у меня будут ближайшее время я собственно читаю курсы посвященные пакету офис это excel различные уровни а также word у нас по этому направлению два уровня гор для начинающих для продвинутых пользователей но и по созданию презентации powerpoint h3 уровня что кому интересно можете посмотреть ознакомиться с расписанием и многое другое вам не узнать сегодня у нас с вами очень интересная тема финансовые функции почему именно эту тему я вынес рекламный вебинар в одном из уровня именно excel 3 у нас есть модуль посвященный вариативному анализу и один из примерчиков у меня как раз базируется на финансовых функциях в частности это расчет будущих накоплений по вкладу в банк собственно инвестиции что нам может быть всем знакомо часто разбираются примеры пользователи интересуют это интересуются тематикой какие еще финансовые функции есть кредит ипотеку посчитать какие есть нюансы как можно там оптимальный путь выбрать для себя вот хочу кредит взять с такими-то условиями как можно быстрее погасить так далее вот исходя из этих вопросов собственно этот вебинар был сформирован поэтому именно об этих темах мы с вами поговорим примеры которые буду использовать они доступны в локальной сети кто у нас точно занимается вы можете их сейчас скачать вас на рабочем столе есть ярлычок называется по преподавателям если туда зайти это доступ к локальной сети найдете там файлик под названием финансовые функции вот можете себе на рабочий стол скопировать может потом просто перебросить от участников вебинара файлик тоже будет доступен вы сможете скачать в личном кабинете но уже после окончания семинара то что вам придется посмотреть на экран и запомнить все то что мы будем делать финансовые функции если кто раньше ходил на рекламные вебинары вы знаете что отводилось два академических часа сейчас у нас рамки временные спросились всего у нас один академ час с вами поэтому с 18 30 до 19 15 занимаемся ну собственно примерчик у меня небольшой священ этой теме пытаемся в эти сжатые сроки с вами вложиться все изучить участники вебинара если у вас какие-то будут вопросы возникать у нас есть чат можем общаться пишите не стесняйтесь даже если я сразу не отреагирую потом вопросы увижу обязательно с вами пообщаюсь на интересующую тему хорошо андрей спасибо так ну что файлик вот я открыл финансовые функции начнем мы с вами как раз с планируем накопление тот самый пример который мы с участниками разбираем на курсе xl3 у нас называется анализ и визуализация данных вот один из приметчиков модуля вариативного анализа скажем у нас с вами есть определенная цель купить автомобиль то что на картинке его кстати базовая стоимость в районе миллиона восемьсот это четыре колеса крыша и голая комплектация автомобиль без ничего нам удалось накопить на текущий день только восемьсот тысяч ну и чуть-чуть не хватает какая возникает идея пойти в банк взять открыть счет и сумма денег там некую часть зарплаты вкладывать в банк в процент сможем ли мы накопить желаемую сумму спустя месяц другой год и хватит третий день чтобы купить автомобиль мы сейчас попробуем спланировать такое накопление входные условия вы видите да в таблице начальная сумма восемьсот тысяч ранее накопленный также вкладывается в банк под восемь процентов годовых в течение одного года и еще каждый месяц в течение года мы пополняем наш вклад на пятьдесят тысяч вот как сделать расчет суммы накоплений спустя год какая у нас будет сумма на счету в этом поможет нам финансовая функция называется она bs это будущая стоимость инвестиции с учетом капитализации одно слово вызывает вопрос капитализация что такое капитализация потому что курсы знает но если так математически туда скажем простым обывательским языком это прибавление накопленных процентов общей сумме входа то есть у нас каждый месяц капает некая сумма виде процентов и она прибавляется ко всей общей сумме вклад и попадать последующие проценты и так дальше аккумулируется поэтому если написано у нас ставка восемь годовых это номинальная ставка а вот фактическая будет больше чем восемь но не думайте что это будет двадцать восемь дай бог это будет восемь и пять а то и того меньше по итогам всего года а что номинально эффективно не особо сильно друг от друга отличаются ну что сделаем расчет значит вот ячейки c9 напишем функцию bs равно bs и аргументы функции первый аргумент ставка вопросов не вызывает это ячейки c6 8 годовых пацаны все таки вопрос появится это восемь годовых а какой капитализации пойдет речь у нас в нашем примере бывает ежемесячно ежеквартальная ежедневная очень редко встречается наверное разберем и классический с вами пример ежемесячной капитализации значит ячейку c6 надо разделить на 12 12 месяцев году таким образом мы показываем программе что бери 8 12 8 процентов делен на 12 и прибавляйте проценты каждый месяц ко всей сумме на такой который будет нас пополняться а если бы речь шла бы о ежеквартальных пополнениях тогда обделили на 4 да хорошо точку запятую второй аргумент еще лучше копир что это значит количество периодов а с вами открываем счет на 12 месяцев и от ячейки c4 третий аргумент плт это платеж размер ежемесячного платежа 50 тысяч человек c3 обратите внимание написано в ячейке минус 50 тысяч не ошибка ли это не так и надо финансовые функции учитывают направление денежных потоков если деньги идут к нам они задаются с плюсом а если деньги от нас то с минусом мы же деньги от минус 50 так и должно быть дальше точку запятую четвертый аргумент ps приведенная стоимость официально лучше сказать первоначальная сумма вложения вот сегодня открывая счет мы туда кладем 800 тысяч ранее накопленное это ячейки c5 кстати написано тоже минус 800 мы уже знаем какой причине и это вложение будет сегодня а вот дальше точку запятую аргумент тип отвечает за то когда мы положим первые 50 тысяч сегодня же это в начале периода единичка или спустя месяц это в конце периода на счет наверно сегодня только 800 а первое пополнение вы спустя месяц когда зарплату получим тогда и доложим так что нолик у нас будет в конце периода все кнопочку закрываем enter и вот сумма накопления миллион четыреста восемьдесят восемь копейки в общем даже полутора миллионов не будет да мы думали миллион восемьсот а тут совсем все грустно давайте думать что можно поменять во входных данных дабы сумму накопления немножко увеличить но самое простое решение это пойти в другую банку восемь процентов как на сегодня потолок ну нет можно конечно поискать и побольше проценты наверное десять мы сможем найти и может кто-то знает более лучшие вклады 12-15 нет ну наверно десять это будет максимум на сегодняшний день давайте попробуем ставку скорректируется с 8 процентов на десять а сильно нам это поможет ну да полтора миллиона мы перешагнули ура но цели достигли ладно будем дальше думать а что если срок вклада поменять не на год а на полтора а на два а на три ну можно поэкспериментировать 12 поменять на 24 вот уже два триста почти будет перевод значит надо где-то полтора это будет 18 месяцев куда 895 как раз еще почти 100 тысяч записей но чуть больше чем мы думали не года полтора и интересно за эти полтора года инфляция свое дело не сделает стоимость автомобиля не увеличится в цене скорее всего подрастет не факт что денег хватит вот как называется старая модель да со скидкой нам сюда хочется новая так можно в принципе а ну полтора года мы тогда будем покупать модель восемнадцатого года уже понятно какой-то рестайлинг пройдет машина немножко обновиться будет восемнадцатого года свежая ну наверняка цена ее точно вырастет ну вот как называется то чем мы сейчас вами занимаемся гадаем подбираем подгоняем решения ну да все вместе как раз и называется вариативным анализом вариативными расчетами долго мы так будем можем еще крутить вертеть один параметр другой третий ну в принципе до утра еще далеко можно поэкспериментировать но лучше это все переложить на плечи и цели благо есть как раз инструменты которые позволяют решать вариатив задачи вариативного анализа буквально в считанные секунды давайте вернемся к тем данным которые были у нас срок вклада 12 месяцев ставка 8 процентов интересно какая должна быть начальная ежемесячная сумма начальная именно ежемесячная сумма чтобы при ставке 8 процентов за один год накопить миллион восемьсот не пятьдесят тысяч а сколько пусть нам и цель даст ответ на этот вопрос давайте в нашем интерфейсе во вкладке данные в вкладочке данные поищем инструмент анализ что если как раз справа находится анализ что если и поговорим о подборе параметра подбор параметра на грубо это подгонка решения под нужное нам значение выбираем подбор параметра и отвечаем на три вопроса установить в ячейке это должна быть целевая ячейка обижательно содержащие себе формулу наша цель ячейка c9 там как раз формула написано какое значение мы хотим получить в этой ячейке миллион восемьсот для начала ну так и запишем один миллион восемьсот тысяч изменяя значение ячейки а что мы будем варьировать ежемесячный износ c3 изменяя ячейку c3 жмем ok буквально течение там 2-3 секунд excel перебрав множество комбинаций решение находит хотите миллион восемьсот да пожалуйста каждый месяц вкладывайте семьдесят четыре девятьсот восемьдесят 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 почти семьдесят пять тысяч был пятьдесят стал семьдесят в полтора раза увеличился снос за того нужную сумму получит устраивает такой вариант решения наверно нет откуда лишний еще двадцать пять тысяч не есть не пить на работу с утра до ночи ходить но нет на эти тогда отменим это действие control z или стрелочкой назад сделаем вернемся к исходным параметрам ради интереса поищем ставку какая должна быть процентная ставка дабы при ежемесячном взносе 50 тысяч за год накопить миллион 700 может все таки лучше банк найти с каким то процентом в каким час посмотрим ну опять закажу в анализ что если делаю подбор параметра и говорю что в ячейке c9 надо получить 1 миллион 800 тысяч изменяя ячейку с 6 всего-то 32 и 5 каких-то 32 процента и золотой ключ у нас в кармане какой на банк такую ставку гарантирует на работу называться он или какой-то поле чудес стране дураков что не будем повторять его буратино и зарывать деньги такие проценты как видим инструмент работает очень легко работает но у этой простоты есть и недостаток какой ну в нашем случае не особо долго хотя будет формула посложнее там уже 5 секунд 10 секунд будет считать один параметр вот мы можем перебирать только один параметр а мы с вами отдельно крутили ежемесячные взносы отдельно ставку а что если надо и то и другое сразу посмотреть а как при изменении влияет на выходный результат нет параметр нам этого не предложит но не беда в анализе что если есть еще таблица данных вот об этом инструменте дальше пойдет речь с помощью таблицы данных можно смотреть на совокупное влияние двух параметров но прежде чем пользоваться таблицей данных надо нарисовать дополнительную таблицу нашему примеру и уже нам жизнь упростил табличку нарисовал и через заголовки столбцов и заголовки строк показать какие параметры в каком диапазоне будут меняться вот я решил что процентная ставка будет меняться от 8 до 12 шагом 0 5 какой диапазон и шаг все равно решаем это лично мы и 2 переменная это выплаты ежемесячные от 50 до 90 меняются шагом 10000 это подготовка сделано теперь верхнюю левую ячейку то есть ячейка f4 этой таблицы надо внести формулу для расчета суммы накоплений то есть написать функцию bs сославшись на ячейке таблицы входные данные не будем писать мы ее из ячейки c9 скопируем встали на ячейку c9 в строке формулу обратите внимание в строке формул я выделяю копирую escape чтобы выйти из формулы и теперь вставить ячейку f4 вставляю снимает не ячейку копируем на формулу из ячейки как текст ее переносим то что что будет если сделать control c ячейки c9 control c control v и у нас вот что происходит все ссылки сдвигаются и формула не работает поэтому так не надо поступать то есть общее правило звучит так сформировать топ таблицу через заголовки столбцов и строк показать какие переменные в каком диапазоне будут меняться и в верхнюю левую ячейку вписать формулу для вычисления конечного значения а кстати давайте подставку вернем 32 5 ячейки c6 да у нас до сих пор 8 сделаем как было а то сейчас мы на счету вернемся к исходным данным но теперь все можно выделять таблицу от ячейки f4 и до конца от ячейки f4 выделяемся до конца и открыв анализ что если выбираем таблицу данных ну а дальше в диалоге очень интересные фразы написаны если первый раз прочитать и второй раз прочитать и пятый раз прочитать мало вероятно что поймем о чем речь там трудности перевода подставляют значение поставок сам вы кого подставлять куда подставлять ну по-хорошему здесь должно быть написано так подставлять значения из из столбцов в ячейку заголовки столбцов что в себе содержит процентные ставки куда их ставить какую ячейки перебирать да вот в той же c6 вот здесь надо ставку перебирать вот подставляя эти значения вторая фраза подставляя значение из строк в ячейку заголовки строк что в себе содержит ежемесячные выплаты куда их подставлять какой ячейки перебирать c3 то что сейчас будет происходить excel берет пару скажем ставка 10 процентов выплата 90 тысяч подставляет эти данные в ячейки c6 и c3 соответственно функция bs вычисляет сумму накопления и возвращает результат ячейку пересечения жмем окей вот собственно результат вот такие накопления нас будут ожидать при таких двух изменяемых параметрах процентная ставка и ежемесячные выплаты дать пошелкайте по результирующим ячейкам посмотрите это результат действия некой функции таблица и еще эта формула записана в фигурных скобках кто знает что это такое за фигурные скобки нет никогда с таким не сталкивались посмотрим что там из вебинара напишут в чат андрей массив да совершенно верно массив верно это не обычная формула это формула массива которая выполняет там ряд однотипных действий в одной ячейке вообще кому интересно про массива как раз у нас на курсе xl3 затрагивается эта тема формулы массива функции массива подробно идет рассказ что можно прийти послушать сейчас мы благодаря этой формуле массива и функции таблиц получили по всех ячейках результатов вот такие накопления нас будут ожидать ну что понятно как работает сразу перебор двух параметров в данном случае вторую задачку можете самостоятельно решить по аналогии справитесь не забудьте в ячейку поставить формулу которая будет вычисляться сумма накопления ну что такой вывод то сделаем удастся нам накопить нет не угоню всегда за инфляцией как не старайся хотя вот если по второй таблице посмотреть при начальном взносе 800 за пять лет 4 800 почти 5 миллионов это пять лет ждать может быть тогда посмотреть другую сторону медали кредиты не удается сейчас накопить тогда возьмем автомобиль в кредит и будем постепенно выплачивать вот как раз дальше о финансовых функциях и поговорим следующий лист у нас кредит как раз автокредит все та же сумма нас интересует 1 миллион восемьсот срок кредит 12 месяцев годовой процент написал в таблице 15 кто-нибудь в курсе какие сегодня проценты по автокредитам 16 даже больше да ну тогда потом минимум даже для сотрудников банка примерно 90 процентов взнос из автомобиля вот может какая-нибудь акция рекламы сейчас как-то скоро новый год наверняка будут клиентов автосалоны привлекать зазывать вот пониженную ставку предлагать пусть там будет 15 если что поменяем нам надо рассчитать с вами суммы ежемесячных выплат по этому автокредиту ну и какая в итоге получится переплата сколько мы сверх денег отдадим за все это удовольствие в расчете суммы ежемесячных выплат нам поможет финансовая функция называется она плт платеж плт эта функция определяет размер периодического отчисления по кредиту на основе аннуитетных платежей определяет размер периодического отчисления по кредиту на основе аннуитетных платежей что значит аннуитетный платеж одинаковыми долями равными долями да если погружаться в тему кредитов есть два вида платежей это аннуитетный платеж и дифференцированный аннуитет на это когда наперед делается расчет и мы знаем какую сумму будем платить каждый месяц в течение всего срока эта сумма не поменяется равными долями дифференцированные это когда тоже делается расчет наперед но каждый месяц сумма отличается от предыдущих как правило сторону уменьшения но сначала приходится нам большие деньги выплачены потом все меньше 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 и так далее но как-то более аннуитетные платежи популярны а excel вообще работает только с этими платежами поэтому у нас вариантов нет ну что в ячейке b6 пишу функцию plt аргументы некоторые нам знакомы вставка точно знакома это ячейка b4 опять же это 15 годовых какие у нас с вами будут платежи ну наверное ежемесячные поэтому ячейку b4 надо разделить на 12 точку запятой копир количество периодов мы взяли кредит на один год 12 месяцев ячейку b5 тут уже единица измерения месяц этом b5 на что делить умножать не надо третий аргумент ps это полученная сумма то есть сумма кредита миллион восемьсот ячейка b3 обратите внимание здесь число как положительное записано а ведь правильно деньги так нам идут мы получаем от банка поэтому деньги к нам плюс четвертый аргумент bs то можно расшифровать так будущая сумма долга мы хотим за один год полностью погасить кредит или за собой должок оставить и потом когда-нибудь его выплачивать полностью погасить хотя может быть сталкивались с таким понятием как отстроченный платеж нам говорят сейчас оплатить там две третьих автомобиля по кредиту а остальное внутри потом одним платежом спустя год вернете нет у нас будет классический кредит все сразу за год надо погасить значит никаких долгов ноль и пятый аргумент тип опять же отвечает за то когда производится платеж на сегодня взяли с кредит но когда побежим банк погашать кредит прям сегодня же или спустя месяц но верно спустя месяц у нас будет первый день расплата значит это в конце периода 0 и того каждый месяц платить придется по сто шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят пять рублей а минус как раз говорит о том что нам платить большой ежемесячный платеж получился но здесь как бы их нет у нас в этом примере тогда у нас была бы сумма кредита миллион 800000 тогда займа миллион да тогда было поменьше конечно давайте дальше посчитаем реальную сумму выплат и собственно переплату как нам реальную сумму определить ну как взять ячейку b6 это размер платежа одного месяца и он может на количество месяцев ячейку b5 b6 на b5 вот всего за один год мы в банк отнесем миллион 949 далее переплату посчитать также по простой формуле методом сложения ячейки b3 прибавим ячейку b7 вот на переплату 149 580 дайте представим что такой расчет нас крайне не устраивает 162 тысячи каждый месяц но это уже больно большая сумма плюс еще там на что-то жить сколько что-то зарабатывать скажем нас вполне устраивает сумма в размере шестидесяти тысяч каждый месяц как узнать на какой срок надо взять кредит дабы ежемесячно выплачивать шестьдесят тысяч как можно это рассчитать да на какой срок надо взять кредит дабы ежемесячный платеж равнялся шестидесяти тысячам а не ста шестидесяти ну вы знаете как подбором параметра надо подогнать решение под нужное нам значение срок кредит придется увеличивать но не можем мы сами себе перебирать так 14 месяцев не не пойдет 18 месяцев не не пойдет пусть excel это сделает за нас мы уже знаем о подборе параметра давайте где-нибудь запустим подбор параметра и посчитаем мы хотим установить в ячейке какой b6 ежемесячный платеж значение которое равняется шестидесяти тысячам только минус до 60 надо писать минус шестьдесят тысяч изменяя при этом какую ячейку b5 да нам нужно варьировать срок кредита применяем подбор параметра и узнаем что взять кредит надо на вот 37 месяцев сколько три года до получается и два месяца если я провели 38 в общем три года и два месяца вот такой срок необходим а формула ты нет никакой мы же это все сделали через подбор параметра причем excel сбросил все настройки смотрите что у меня было установить в ячейке b6 значение минус шестьдесят тысяч изменяя ячейку b5 настройки excel сбрасывает посчитал один раз и все забыл получил там подогнали решение хорошо на самом деле любую задачу в excel можно решить несколькими способами и это касается и нашего примера в том числе да мы сейчас определили срок там тридцать семь и восемь ну почти 38 месяцев есть еще одна финансовая функция называется она к 1 эта функция определяет количество периодов необходимое для погашения кредита мы можем сейчас эту же задачу решить другим способом с помощью функции к 1 давайте попробуем по иди даже в ответ сойтись можете вне таблицы в любой пустой ячейке написать знак равно и функция к 1 видим аргументы тоже нам знакомы ставка процентная нас ячейки b4 помню что это 15 годовых мы делим на 12 . запятой платеж ежемесячный платеж у нас 60000 ячейка b6 минус 60 . запятой ps полученная сумма сумма займа это у нас b3 миллион восемьсот ну а как по прошлой функции помните два последних аргумента у нас равнялись нуля bs 0 тип 0 квадратные скобочки на название аргумента что-то означают не обязательно аргумент заполнению да и вот если в аргументе bs и тип ничего не написать такси расценен как ноль а что напишите выдают что ли не напишите к 1 тоже можно время не тратить не писать скобочку закрыли какой у нас ответ 37 83 48 смотрите там даже по разрядам все совпадает один в один так что то что мы с вами сделали через подбор параметров это то же самое что применит функции копир и посмотрите какое количество периодов необходимо для погашения кредита что вот к одному и тому же решению можно прийти разными видами да вот только нам правильно подсказывал как раз что функция копир надо ее использовать соседнюю табличку ипотеку будем считать или уже страшно значит сумма у нас займа 10 миллионов берем на 15 лет по 12 годовых но тоже по моему процент средний на сегодня а то может и низкий да сейчас банки еще и накручивает обязательно строковку от потери там работы строковка жизни и так далее но это либо к проценту добавлять придется так как обычно если отказываешься от всех этих страховок процент резко вырастает не 12 значит а 16 ну соответственно платежи у нас больше становится ну либо какую-то сумму еще к сумме кредита добавить может они там на все страховки нам еще полтора миллиона накручивают вот как-то вот выйти из положения так ну что давайте посчитаем уже все расчет нам знакомые ежемесячные выплаты это плт процентная ставка ячейка е4 деленное на 12 количество периодов это у нас ячейка е5 умноженная на 12 обратите внимание там срок кредита 15 лет а нам надо эти годы в месяц пересчитать поэтому умножаем на 12 и пс полученная сумма 10 миллионов ячейки е3 ну два последних аргумента не задаем ежемесячный платеж это 120 тысяч 17 рублей вот если бы не 17 рублей все было бы хорошо а так конечно по мозгам бьет реальную сумму выплат мы посчитаем перемножив две ячейки е6 и е5 и умножим еще на 12 опять же это 15 лет перевода в месяцы всего за 15 лет мы в банк отнесем 21 миллион шестьсот с лишним тысяч да но переплату уже видите можно не считать е3 плюс е7 вот она переплата в 11 взяли 10 вернули их еще сверх 11 600 более 100 процентов переплаты такова реальность да произведение ячеек е6 и е5 и умножение их на 12 да вот такой получается расчет вот смотрите только что мы сейчас подбор параметра нашли заменитель в виде функции копир в предыдущем примере а у нас еще была таблица данных там где мы с вами могли варьировать сразу два параметра а можно таблицу данных тоже чем-нибудь заменить или это единственный вид расчета и только так и не иначе можно ну давайте дальше развивать эту идею с ипотекой следующий лист вот таблица опять через заголовки столбцов и строк я показываю какие параметры как будут меняться годовой процент меняется срок кредита меняется а хочу узнать какие платежи нас будут ожидать если сумма займа те же 10 миллионов так можно сделать этот расчет применив смешанные абсолютные ссылки в функции плт давайте попробуем то есть ячейки c4 пишу равно плт процентная ставка у нас в ячейке c3 так как мы сами собираемся формулу скопировать вправо и вниз то есть протянув сквозь таблицу ячейки c3 надо зафиксировать строку сделать ссылку c доллар 3 знакомы с такими долларами что они означают это фиксация как нам сделать c доллар 3 нажимайте f4 несколько раз пока не найдете эту комбинацию это называется смешанная ссылка эта ставка у нас годовая значит мы ее делим на 12 так как речь идет об анализе ежемесячных и вот . второй аргумент копируем это ячейка b4 опять же наша цель скопировать формулу сквозь всю таблицу поэтому в b4 фиксируем столбец хотя в 4 нажимайте несколько раз пока доллар не увидите перед буквой столбца доллар b4 и умножаем на 12 это у нас там количество лет а мы переводим в количество месяцев умножаем на 12 и точка запятой третий аргумент ps получена сумма это у нас ячейка b10 миллионов n3 а что с этой ячейкой надо сделать полностью да причем абсолютную ссылку надо применить это одно нажатие на f4 у нас появляются 2 доллара так что здесь мы использовали сами смешанные ссылки и абсолютную ссылку два последних аргумента не задаем все формулу на этом завершаем вот платеж такой будет 137 750 если срок 10 лет и 11 процентов ну а дальше схватив ячейку за нижний правый угол тянем ее вправо и тянем вниз то есть копируем формулу сквозь всю таблицу вот вам решение вот такие ежемесячные выплаты нас будут ожидать при таком сроке таком проценте это то же самое что делала таблица так что опять подтверждаем то что любое действие дублируется разные пути из решений ну теперь эту таблицу можно проанализировать понять на какие там проценты сроки можем претендовать то есть скажем если для нас потолок платежа 120 тысяч то понятно что за 10 за 11 лет мы никак не погасим кредит начиная с где-то 14 лет 15 и ниже ну то есть и больше по срокам вот наши реальные возможности вот такие финансовые функции встроены в excel поэтому если вас интересуют вопросы связанные с кредитом ипотекой и в банке все долго непонятно объясняют берем excel строим такие формулы и сами все анализируем уже идем с готовым решением в банк говорим так нам вот такой срок такой процент а лучше грязи без процентов и желательно побыстрее третий уровень excel вот это как раз формулы и функции массивов это поиск позиции индекс функция смещ да конечно у нас есть некие таблицы мы пытаемся их там обработать какие-то решения применить формулы написать вот вариативный анализ вот то что мы с вами частично посмотрели что если и оптимизация оптимизация это как раз поиск пришли о чем мы говорили создание форматов построение диаграмм причем не стандартных типа там графики гистограмма это диаграмма ганта торнадо водопад динамические диаграммы такие редкие изысканные постоянные прогнозов это воративный анализ как имея данные с прошлого на будущее прогнозировать разные модели применяют линейную модель экспоненциальную модель учитывается зону в прогнозе и обработка внешних баз данных это как взгрузить информацию в акцель внешних источников там из интернета например из базы акцесс сделать выброску